Какая площадь объекта всего? 1300 квадратов. И что здесь? Тотельная, прачечная? И общежитие. Соответственно, у нас три палаты, один бокс, место для встречи детей с родителями планируется, ну и технические помещения подсобными. А еще водолечебница на нижнем этаже, где детей порадуют приятными, а главное полезными процедурами. Так что объект станет поистине многопрофильным и, конечно, соответствующим современным требованиям и технологиям. Депутат Московской областной думы Владимир Жук в ходе рабочего визита прошелся по всем трем этажам здания. Впечатление самое благоприятное. В каждой комнате, на каждом этаже идут активные работы и видно, что людей много и все хотят завершить Новый год хорошим подарком. Для жителей видно. Чтобы подарок подоспел к Новому году, окончание реконструкции запланировано на 31 декабря. Подрядчик не жалеет ни сил, ни времени. Уже сейчас смонтированы лифты, завезены строительные и отделочные материалы. На 80% выполнено остекление. В помещениях тепло и подключены все коммуникации. Темпы реконструкции впечатляют. Она стартовала в начале ноября и с каждым днем результат все заметнее. Только сейчас в здании трудится 70 человек и работают они в две смены. Преображается и прилегающая к зданию территория. На площади почти один гектар появится игровая зона и живописный сад. Приехали малые архитектурные формы. Это каруселька, песочница. То есть, как мы смонтируем, будет выполнено резиновое покрытие. Все это будет установлено. Здесь резиновое, а вот здесь будет газон. Чтобы превратить здание 1937 года постройки в конфетку, из областного бюджета выделены 80 миллионов рублей. И пусть фасады еще в лесах и пока никуда не деться от шума дрелей и перфораторов, но все это временно. Депутат городского поселения Видное Татьяна Ершова помнит, в каком неприглядном состоянии было здание и сейчас рада его второму рождению. Один год были обращения и от сотрудников, и от жителей, и от родителей по поводу этого заброшенного здания. И вот, наконец-то, сработала государственная программа по строительству социальных объектов. Это первоочередные такие проблемы. Их надо обязательно решать в первую очередь, потому что это касается наших детей, их комфорта, их здоровья. Депутаты планируют и дальше контролировать ход строительных и отделочных работ. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.